Лопатку на всякий случай надо взять, игрушек побольше! Нет, Сачок, рыбу ловить, продукты главное не забыть упаковать, переносочку с малышом! Эй, пушистики, а куда это вы собрались? На улице вообще-то уже весна! Ээ, в смысле, Ань? Ну, сейчас на улице небезопасно! Пап, почему? Там же страшные монстры! Монстры? Ужас, кошмар, капец! Аж глаз задергался! Блохи и клещи, знаете, как они опасны? Да, уж в прошлом году у нас соседский пес в больницу попал из-за клеща! И что теперь всю весну? А? Яйцо засвилилось! Юмичу, зачем так пугать? Я не хочу смотреть, оно там до сих пор шевелится? А? Шевелится? Юмичу, ну это ты его хвостом задела! Ну ладно, так что теперь, всю весну и лето дома сидеть? В лучшую погоду? Кошмар! Да нет же, гулять можно! Но я, как ответственная хозяйка, должна о вас позаботиться! Ну, как? Просто нужно надеть защиту, я уже подумала о вас и всем вам купила специальные ошейники... Ой, Фореста! Вот они! Ух ты! И что, это правда поможет? Серьезно? Конечно! Этот специальный ошейник отпугивает большинство клещей и блох до укуса! Хм, круто! Но лето длинное! Вдруг его не хватит? Вы что, он действует аж до восьми месяцев! Вау, тогда и лето, и весну, и осень можно спокойно гулять! Походы ходить и ничего не бояться? Ну, так-то да, но... Ну все, на дело же уже! Ну, Киса, Алиса, что ты такая капризная? Проверять вас на блох и клещей все равно нужно после прогулки! Нельзя совсем забывать, что в жизни бывает всякое! Супер! А почему я не чувствую запах? Нюх-то у меня крутой, но ничем не пахнет! Потому что Фореста не только не пахнет, Софиш, но еще и водостойкий! То есть можно не просто гулять, но и купаться в них? Да, и они при этом не промокнут! Класс! Главное все делать по инструкции! Хм, надеюсь, наши зрители также заботятся о своих питомцах! Как ты и она, Сань! И тоже купят своим пушистикам такую защиту! Волшебную! Да, вы правы! Для всех таких же, как я, ответственных хозяев, я оставлю внизу под видео ссылку на ошейники Фореста! Покупайте в официальных магазинах, ребята! Ура! А теперь идем гулять в поход! Пора собираться! Да! Погодите, пупсики, вообще-то у меня для вас сюрприз! Мы едем в большое путешествие! Ладно, давайте собирайтесь, а я пошла машину подготовлю! Кстати, ребята собрали много лайков и написали кучу комментариев за челлендж! 24 часа в голубом цвете, поэтому погнали! Итак, у нас есть голубой мэджик-маркер и голубая мэджик-доска! И сейчас мы составим список, что нам надо взять в дорогу! А давайте возьмем яйцо! То голубенькое, из которого, если мы его сейчас зальем водичкой, вылупится какой-нибудь питомец! Пока будем собираться, оно созреет как раз! Вот и посмотрим, кто оттуда вылезет! Киса, Алиса, что за бред? Зачем нам яйцо в путешествии? Вот именно! Да ладно, яйца это круто! И у нас есть еще одно яичко, только оно другое! Его надо чем-то расколоть! Кажется, Аня тут завтрак готовила! Сковородка подойдет! Кажется, сковородка отключила питомца! Или это просто игрушка? В общем, это просто игрушка водоплавающей черепахи! Из нее даже приготовить поесть нельзя! Не берем с собой! Эй, хватит заниматься ерундой! Нам нужно собирать голубые принадлежности для голубого челленджа путешествия! Мы целые сутки будем это делать! 24 часа! У нас даже есть голубой портфельчик! Интересно, а ребята знают, что на нашем общем семейном канале Саня и Мэджик Фэмили вышло новое видео? На ютубе какие-то проблемы! И ребятам, возможно, даже не пришло уведомление! И они не видели наше новое видео! И лайк не поставили, и комментарий не написали! Оставим ссылку внизу в описании! А нам пора собираться! Первый пункт в списке! Банные принадлежности! Значит, нам надо взять голубые полотенца! И голубые зубные щетки! Может, зубы пора почистить утро уже? А я уже почистила зубы! Голубой гель для душа, голубую пасту и мыльницу! И самое главное, голубое мыло! Эээ... Миф, а зачем нам так много мыла? Вот именно, Миша, зачем нам целая упаковка голубого мыла? Одного кусочка достаточно! Каждому свой, я не собираюсь мыться с вами одним мылом! Ничего себе, ну ясно! Ладно, давайте все это голубое упакуем в наш голубой рюкзачок! Эй, Киса Алиса, ее ничего, складывайте аккуратнее! Если так собирать рюкзак, ничего не влезет! Че вы как зануды? Нормально сойдет! Ладно, попробую это как-нибудь утрамбовать! Готово! Тут еще у нас запасной кармашек есть, в него тоже что-нибудь можно засунуть! Так, что у нас следующее в списке? Рюкзак и чемодан! Ну, рюкзак мы уже начали собирать! Киса Алис, тащи чемодан! А вот и наш голубенький чемоданчик! Хоть он и вместительный, но может надо было каждому чемодан купить? Следующие пункты, активный отдых и еда! Ну, может сначала еду соберем? Миш, ну тебе лишь бы пожрать! Ну, да! Да, давайте хавку сначала! Чтобы кушать, нам нужна посуда! Я уже все подготовила! София, а зачем нам так много посуды? Тебе не кажется, что это перебор? Нет, не кажется, на разную еду нам нужна разная посуда! Может просто парой тарелок и кружки хватит, а? Нет, не хватит, я сейчас все объясню! Кастрюля, чтобы тушить еду! Сковородка, чтобы еду жарить! Душлаг, чтобы помыть овощи! Салатник, чтобы мы салат могли готовить! Доска, на которой резать! Терка нам пригодится! Может просто дошираками питаться будем? А еще в поход обязательно взять открывашку, нож, несколько видов ложек, лопаточку, овощечистку, еще одну лопаточку и щипчики! Все нам пригодится, поверьте! По-моему, это перебор, Софи! Ладно, не буду спорить, а то опять глаз задергался! Надеюсь, что это влезет от уже нас еще, да? Да, что-то многовато место занимает моя посуда! А еще вообще-то тарелки! И круженцы воду пить! По-моему, наш чемодан не закроется от твоей посуды, Софи! Давайте переложим это все в рюкзак! А сейчас голубую еду соберем! Кто что нашел в магазине? Я нашла Ментос! Берем с собой свежее дыхание! А я нашла голубенькие шоколадочки, очень вкусные, наверное! Я нашел ММДМС, он тоже голубого цвета! Прекрасно, берем! А я нашла кремовый зефир! Интересно, что это такое вкусное, наверное? Что-то у нас одни сладости получаются! Нет, вот я, например, голубой напиточек подготовила! Залетай! Извините, аккуратней, вдруг банка взорвется! А это кто нашел? Это я! Что, голубые чипсоны? Чипсы здесь вкуснее всего! Ребят, вам не кажется, что какой-то у нас нездоровый набор еды? Да, полезного тут и правда мало! Давайте хотя бы вот протеиновый батончик, что ли, положим для приличия! А то что-то есть и нечего получается нам! Да ладно, Армусик сойдет, с голода не помрёт! Эй вы, поросята, про салфетки-то кто-нибудь хоть подумал? Сама ты поросёнок, киса Алиса! Точно, давай сюда салфетки! На! Ах, что ты пугаешь? Салфеточный смерч! Они, кстати, голубенькие, как и всё в нашем челлендже! А Юми-то русиха! Сама ты трусиха, я в тебя в следующий раз пачкой туалетки кину! Девочки, хватит ссориться! Хватит болтать! Чемодан с едой собрали, следующий пункт! Активный отдых! Я для активного отдыха решил взять доску, вдруг мы будем серфить! Это что у тебя, Алиса, сетка от комаров? Нет, это мой сачок! Я лично собираюсь рыбу ловить, понятно? Главное, что у нас всё голубое, как я говорила, надо взять на всякий случай лопатку! Вдруг нам что-нибудь придётся копать! И обязательно верёвку, потому что верёвка в любом путешествии может пригодиться! Не знаю, правда, зачем! Мало ли мы застрянем вытащить нас откуда-нибудь! Или меня на серфе тащить! Верёвка в походе нужна! А ещё, очень нужно в походе, сейчас покажу, свечка! Мы же будем разводить костёр, или вдруг мы останемся где-нибудь на природе, где будет очень темно, и нам будет страшно, и мы зажжём свечку! Тем более, она тоже голубая, как и все штуки из нашего челленджа! Ну, не знаю, зачем нам может пригодиться свечка в путешествии! Слушай, Тетя, я твою лопату не корзикую, а! Эээ, ладно, хватит! Давайте складываться, а то время идёт! Да, и 24 часов осталось не так много! Ну что ж, мы почти собрались! Я бы даже сказала, мы неплохо так подготовились к путешествию! Но в любое путешествие нужно взять блокнот и ручку для записей! Для этого у нас есть вот такой вот красивый мэджик-пенальчик, тоже голубенький! На всякий случай маркер возьмём! Вообще, ручки достаточно, ну ладно, как скажешь, Юми! Но ручку мы возьмём необычную! И блокнотик у нас тоже будет голубенький! Это что, ручка в виде крокодила? Эй, Ван, это не просто ручка! Сейчас я всё вам объясню! Смотрите! Открываем тетрадь, и вот мы можем с одной стороны писать обыкновенной ручкой! Софи, ты не пишешь, ты каля-маля делаешь! Ну и что? Ну и что прикольного? А то, что у этой ручки есть вторая сторона, которая выглядит как обычный белый маркер! Я сейчас на листочке напишу какое-нибудь кодовое слово! Ничего же не видно! Она испорченная! Не испорченная, она для этого нам и нужна! Я понял, мы можем оставлять тайные послания, да? Да, на этой ручке есть фонарики! Если навести на то место, где я писала, то мы увидим надпись! Интересно, кто-нибудь из наших зрителей смог прочитать, что ты написала? А вот и узнаем! Может быть, они напишут в комментариях! Ну что ж, пенал собран! Такая ручка пригодится! А еще, в дорогу обязательно нужно взять книжку! Чтобы было не скучно и можно было почитать! А тут еще в списке маски! Маски тоже должны быть голубые! Маски для путешествий нужны! Тем более, в современное время! И как по-вашему мы будем носить эти маски? Они ничего, ничего не закрывают! Я не понимаю, как ее надевать! Да, что-то как-то ничего не закрывается! Может быть, нужно мордочку прямо внутрь? Может, надо, как тот кот из мема, дырки вырезать для глаз? Погодите, ребята, что там с нашим яйцом? Оно, по-моему, уже тряснуло! По-моему, мы очень классно готовимся к путешествию! Да, слушайте, яйцо и правда треснуло! И оттуда, кажется, кто-то вылазит! А вдруг оно живое? Монстр какой-нибудь! Да ладно, вам сейчас вытащим и посмотрим! Там куски скорлупки остались! Да уж и правда, какое-то странное очень существо! Скорлупа лопнула внутри пупырки! Может, он не доразвился? Может, мы рано его достали оттуда? Вообще никакого вкуса! Я думаю, он будет как обычное яйцо! Ребят, мы вырастили какого-то уродца! Мне кажется, что-то с ним не так! Да нет, его просто нужно правильно посадить! А-а-а! Точно! Это типа обезьяна? Ленивец какой-то или кто? Проехали! Какой-то дурацкий питомец! Кстати, в нашем списке есть питомец! Аня вот с нами когда ездит, берет переноски! И это что, питомец в переноске? Серьезно? Да, это самая настоящая голубенькая переноска! У нее есть ручка, дырочки для воздуха и даже дверка открывается! А там наш питомец, который поедет с нами! Эйвен, серьезно? Мы, питомцы Ани, 4 собаки и кошка, поедем в путешествие и возьмем с собой в переноске нашего питомца! Я что-то в этом мире не понимаю? Это, конечно, очень странно, но очень мило! У нас у питомцев есть питомец! И это очень милый беленький щеночек! Пушистик, давай, заходи в свою переноску! Или он не умеет ходить! Давай, иди! Давай! Ну, что? Нет, видимо, все-таки он не живой! Подергай за хвостик! Нет, не живой! И все равно он поедет с нами! Дурдом! Дурдом не дурдом, зато мы выполнили список и собрались в путешествие, ребята! И у нас все голубое! Ну что, пушистики? Ого, я смотрю, вы прям собрались! 24 часа в голубом цвете! Ваша голубая подготовка к путешествию, видимо, прошла по плану! Тогда пора ехать! А вы, ребята, идите смотрите новое видео на канале Мэджик Фэмили! И ставьте там лайк! А мы отправляемся в путешествие! И увидимся скоро в новых видео! Пока! 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 Увидимся на Мэджик Фэмили!